Это только сегодня на трибунах становится громче. Предыдущие две встречи коммунальщик был вынужден провести в полной тишине. Болельщиков просто оставили за периметром. Все из-за двух предписаний от правоохранителей. Пока нету разделительной полосы зрителей, поэтому ограничили количество зрителей. Но сегодня зрители, видите как, просто полоса должны по одной входить, по другой выходить. Это и еще целый список требований в приказе МВД с номером 1092. Там указано, что должно быть на стадионе, чтобы он был безопасен как для болельщиков, так и для персонала. Например, средства обнаружения взрывчатых веществ. Другой документ, который получило руководство, постановление правительства России 202. Там говорится о том, как стадионы страны должны быть готовы к отражению террористических атак. Стадиону коммунальщик присвоена третья категория. Это значит, согласно все тому же 202-му постановлению, здесь должны быть установлены две системы экстренного оповещения и телевизионной для охраны. Зрители на входе обязаны проверять с помощью металлоискателя. Пока на коммунальщике нет лишь последнего, появится в ближайшее время. Остальные недочеты тоже обещают исправить. Лишь после таких договоренностей в Краевом МВД пошли навстречу и открыли двери для зрителей. За это вот играли с электросталью, когда трибуна была пустая, очень нагнетающая, скажем так, обстановка, еще эти стройки тут вокруг. Поэтому это морально тяжело. Правда, поддержка почти в 30 зрителей в этот раз все же не помогла. Счет болельщиков расстроил, зато качество самой игры порадовало. Желто-зеленые, словно строгие преподаватели, проэкзаменовали действующих чемпионок из Москвы. Такой же экзамен проходит и стадион. Как уверяет Владимир Кобзев, забивать гвоздь в крышку с надписью «Хоккей на траве» еще рано. Кирилл Политов, Николай Шелко. Наши новости.